МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбирать направление, куда отправиться в предстоящий отпуск, когда за окном холодно и пасмурно. Вот он, вектор комфорта в середине осени. Мечтать не вредно о комфорте внутри республики. Прямо сейчас с вами Ольга Пырочкина. Чистая вода идет к вам. Что делают и планируют сделать в Чувашии по федеральной программе? Нынешняя ситуация с водой в районах республики и интервью с заместителем министра строительства Андреем Даниловым. Директор Чебоксарского водоканала Владимир Сергеевич Васильев на одной съемке нам сказал, что в Чебоксарах воду можно бить прямо из-под крана. Она соответствует всем нормам. Увы, так далеко не во всех населенных пунктах республики. Где-то вообще нет водопровода. Исправить ситуацию должна федеральная программа «Чистая вода» национального проекта «Экология». Вот так у нас вода идет. Второй этаж. Не постираться. Это вот максимум? Вот это максимум, да. И посуду также? И так же можно. Иногда, знаете, на мылю полоскать нечем. Все стоит. На одной улице не хватает напора, на другой из кранов течет ржавая вода. Такую ситуацию мы застали в Порецком в июле этого года. Причин несколько. Первое. В местной воде изначально в 40 раз превышено содержание железа. Чтобы решить эту проблему, построили станцию обезжелезивания. Проходит процесс аэрации воды, смешивания с кислородом. Для чего это нужно? Для более быстрого выпадения железа в осадок. Дальше вода поступает на фильтра распределительные, где проходит очистка от железа. Железо выпадает в осадок. Теперь вода, которая уходит потребителям со станции, соответствует нормам. И тут возникает вторая проблема. После очистки она попадает в старые трубы, которые не меняли больше 40 лет. В итоге зачастую жители получают мутную воду с ржавчиной. Приходится очищать самим. На сколько фильтров хватает? Да ну. Ненадолго. Сейчас не будет. В ближайшее время здесь решат и эту проблему. По федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Экология» в селе меняют водопроводные трубы. В общей сложности 27 километров. Начали работу в этом году. Подрядчик выиграл в этом году. Конкурс был проведен. В августе он приступил к работе. Работы рассчитаны на два года. 13, то есть 16 километров с половиной в этом году. Оставшиеся в следующем году. Помимо Порецкого, работая по программе, сейчас идут в Чебоксарах. Началось строительство водопроводов Чандрова. Эта деревня в Чебоксарском округе – место привлекательное. До центра столицы на машине отсюда максимум полчаса. Так что за последние годы количество домов тут выросло. И две существующие скважины больше не справляются. У нас деревья-то не по ровной поверхности проходит. И по наклонной. Куда-то, когда все начинают использовать, все идет в одном направлении. А на нашей улице ее практически не бывает. И крайне сложно. По выходным все дома. Стирки, варка, уборка. А воды нет. Приходится иногда идти к соседям, у кого есть колодцы. Чтобы удовлетворить всех потребителей, водой деревню будет снабжать Чебоксарский водоканал. Строительство водопровода идет по следующей схеме. Сначала увеличивают проходную способность труб, которые идут от повысительной насосной станции водоканала в северо-западном районе Чебоксар. Чтобы через них мог проходить больше объем воды с расчетом на новых абонентов. На данный момент у нас выполняются работы на одном из самых сложных участков. На сегодняшний день у нас положено порядка 250 метров. Стальной трубы диаметром 630. Трубы увеличенного диаметра проложат до распределительной камеры. Это порядка 400 метров. Параллельно с этим процессом начинается прокладка самого водопровода в Чандрово. Он пройдет вдоль трассы М-7. Закончить работу должны к началу следующего лета. На очереди другие населенные пункты. В целом нам на республику в ближайшие 6 лет планируется выделить более 2,2 млрд рублей средств федерального бюджета. Мы планируем построить более 370 км водопроводных сетей в республике. Также эти водопроводные сети все-таки будут оснащаться станциями водоподготовки, которые будут обеспечивать очистку подземных бюнтовых до нормативного состояния. О воде продолжим говорить с заместителем министра строительства Чуваши Андреем Даниловым. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Что касается Чандрово. Там теперь будет водопровод. Жители, конечно, рады. Но сейчас они пользуются водой из артезианских скважин. Теперь к ним придет вода Чебоксарского водоканала. Вот они все-таки интересуются. Они смогут как-то продолжать использовать вот эти вот скважины? Да, то есть или только водопровод? По завершению строительства водопровода жители будут пользоваться чистой водой и качественной водой из системы водоснабжения. Поэтому скважина, скорее всего, будет простаивать. А когда простаивает, она будет заиливаться. На сегодняшний день по завершению строительства планируется скважину оттампонировать, а саму башню использовать как аварийный накопитель. На данном случае, да, люди смогут, если им нужно будет, это прожить колодец где-то у себя, если они хотят, например, пользоваться так же водой. Ну, я думаю, не будет необходимости. Все-таки строим новый водопровод. Итак, 2 миллиарда 200 миллионов рублей нам выделят по федеральным средствам до 2024 года. Вот помимо того, что мы в Порецком районе заменим трубы водопроводные, помимо того, что проведем в Чандрово, на что еще деньги потратим? Программа рассчитана до 2024 года. Планируется на сегодняшний день заявки есть от 10 муниципальных образований, которые также будут входить в эту программу. А там что будет сделано? Там также система чистой вода предусматривается водоснабжением населенных пунктов. То есть там, где не было водопровода, туда придет водопровод, получается? Либо где не было водопровода, либо где, вот как в селе Порецком у нас есть пример, водоснабжение системы была, однако же старые трубы уже устарели, приходится, она не совсем того качества, которое требуется. То есть там тоже вода будет лучшего качества, как и положено в программе «Чистая вода». Что касается непосредственно Порецкого, понятно, станцию безжелезья не построили, заменим трубы сейчас, вода, естественно, станет лучшего качества. Но это же все равно такие временные меры, потому что если в воде превышает уровень железа в 40 раз норм, что рано или поздно все равно трубы забьются. Между тем глава района мне говорил, что буквально в 5 километрах, по-моему, от нынешних скважин есть водоносные пласты, которые содержат воду, где железо, оно соответствует нормам. Вот программа «Чистая вода» как-нибудь нам не может помочь освоить именно эти скважины финансово? Да, это тоже возможно. Для этого муниципалитеты, главы, должны предоставить Минстрой проектно-сметную документацию, прошедшую госэкспертизу. В этом случае, конечно же, можно участвовать в программе «Чистая вода». То есть, я имею в виду, возможно ли получить финансирование именно по этой программе федеральной на эти нужды? Не будет ли это нецелевым расходованием средств? На сегодняшний день, то, что вот я же повторяюсь, 10 муниципалитетов уже в программе участвуют. И в случае острой необходимости в каком-то другом муниципалитете, то есть, возможно, корректировка и участие того или иного муниципалитета в данной программе. То есть, была бы инициатива, исключение, да? Главная инициатива глав муниципальных образований. Это все возможно. Ну, что я думаю, что сейчас глава Порецкого района наслышит, что все на самом деле возможно. Что касается именно водонапорных башен, тоже стоит острая проблема. Их, конечно, ремонтируют. Есть разные программы, например, инициативное бюджетирование. Глава Чуваши Михаил Игнатьев подписал тоже указ по улучшению качества жизни. И средства на ремонт водонапорных башен будут нам выделять, в том числе, из республиканского бюджета. А вот тоже здесь чистая вода никак не предусматривает вот эти вот расходы? По данной программе, по программе чистая вода предусмотрено строительство, реконструкция, модернизация систем водоснабжения. Касаемо то, что вопроса включения скважин, водонапорных башен, в программу чистая вода. Здесь, наверное, она, скорее всего, упадет по программам инвестиционным, ресурсоснабжающих организаций. То есть это отдельная программа. Если будет у муниципалитетов опять будет выходить с инициативой о включении, с вопросами о модернизации, о улучшении для жителей республики, мы готовы рассматривать. Мы рассматриваем, будем находить варианты решения вопросов. Когда чистая вода приходит, находит население, это, конечно, очень хорошо. Есть еще второй вопрос, чтобы также наши канализационные стоки уходили в наши реки тоже очищенными, да, чтобы, вопрос экологии и так далее. Вот здесь как-то, что будет сделано или планируем? Также в Чувашской республике действует программа оздоровления Волги, которая также входит в национальный проект «Экологию». Цель программы оздоровления Волги – это улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе за счет очистки сточных вод, которые попадают в реку. Так, например, в 2019 году также начато строительство коллектора хозяйственно-бытовых стоков с очистными сооружениями в поселке Вурнары, Вурнарского района, общей стоимостью 406 миллионов рублей, которая планируется завершиться в ноябре 2020 года. У нас есть еще какие-то населенные пункты, где у нас в конденсационной стоке сбрасываются непосредственно без очистки в какие-то малые реки? В рамках, вот мы говорим про чистую воду, про оздоровление Волги, также есть программа модернизации развития сферы женщин-коммунального хозяйства. В части этой программы также могут муниципалитеты представлять свои проектно-смертные документации, это обязательное условие, прошедшее экспертизу, государственную экспертизу. И в рамках программы модернизации развития сферы жилищно-коммунального хозяйства они могут включаться в эту программу. Так, в селе Янтиково, Янтиковского района, у нас планируется в 2020 году строительство биологически-очистных сооружений. А есть консервионные пункты, где еще нету таких вот очистных сооружений, которые не подали заявку и не вышли, в которых не планируется? К сожалению, таких муниципальных образований хватает. Поэтому мы ведем работу с муниципалитетами, надеемся, что будут отзываться и предоставлять, работать с проектно-смертной документацией, выходить, представлять прошедшую экспертизу, документацию. Ну что ж, спасибо. Я напоминаю о чистой воде. Мы говорили с заместителем министра строительства Чуваши Андреем Даниловым. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин